Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как вы помните по прошлому влогу, замок на его куртке сломался Сейчас он ходит прошлогодним комбинезоне, куртку отказался одевать, хотя мы ее отремонтировали Говорит, в ней холодно, но я ему верю Ой, что-то там народу много, мне кажется Так, ладно, пожелайте мне удачи Чтобы все прошло удачи Ремонтируют, точнее благоустраивают парк Натальнина Сделали вон то прогулочное кольцо, уже плиткой выложили На остальное, видно, сил не хватило Сделали просто как-то щебенкой Смотрю, сотенки посадили Ну, посадите одно А вот чтобы ухаживать за ними, это другое Посмотрим, что будет на следующий год здесь Это наш местный ФАП Конечно, странненько он выглядит Я первый раз вообще не поверила, что это такое Но функцию свою выполняет Детям ходят, фельдшер Здесь даже зубной приезжает Анализы какие-то берут Их прививки делают А самое главное, больничные могут открыть Ну, что называется, обломатушки Или как еще это можно назвать Вчера звонила, вакцина есть Сегодня прибежала Вакцины нет Сейчас, наверное, в какой-нибудь торговый центр поедем Да уколимся Ну, правильно, сейчас сказали, что прижмут везде На транспорте Совсем-совсем в магазинах Вот и Вот люди и побежали все прививаться А я одна из них Здесь это все, честно говоря Ладно Поедем в город сейчас Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ткань очень хорошая, карманы закрывающие, открывающие. Здесь еще карманы такие, я их называю, натительные. Была на куртке еще вот такая вот штука лохмучая. Вы знаете, что я ее терпеть не могу, поэтому я ее сразу же отстегнула. Капюшончик на флисе. Ну, была вот эта лохматуха здесь, но мы ее отцепили. Капюшон, а, капюшон-то не снимаете, но ничего. Высокий вот такой вот ворот, чтобы нигде ничего не задувало. Вот, внутри флис, в рукавах флиса нет, но это не критично. Вот, выглядит очень ярко, эффектно, как мне нравится, красная. Спереди тоже, вот видите, закрывается такой вот туковетрозащитный, и внутри она есть. Замок очень такой толстенький, хорошенький. Вот, на рукавах манжетики идут, чтобы вовнутрь не задувало. Ну, в общем, нам она понравилась. Она чуть удлиненная, сейчас я ее на Саше покажу. И вот сзади разверну. Вот, видите, Саша у меня сваляется. Вот такая курчаечка. Я все-таки люблю более яркие цвета, чтобы, по крайней мере, издалека можно было увидеть ребенка. И вот для особых худеньких внутри можно утянуть. Мне не очень нравится, я не очень хочу утягивать, но посмотрим, как это у нас Саше будет все выглядеть. Ну, Саша, давай, одевается и возмущается. Я покажу, куда я еще собежала. Были мы в детском мире, хотели бы поискать. Кстати, я хотела купить Саше комбинезон. Но почему-то на Сашу нету комбинезона. Они все какие-то маленькие. Купила вот такую вот нателочку с длинным рукавом болотки 192-го размера. Она сейчас 149 рублей. Были за 119, но они какие-то, знаете, как будто коротковаты. Это вот для высоких мальчиков, для длинненьких и худеньких. А которая была за 119, она для более плотненьких и коротеньких мальчиков. Ну, в общем, люблю я такие нателки, есть кнопочки. Так, дальше. Куртку. Здесь умирающий у меня парень лежит, не хочет мерить. Еле магазин выдержал. Давай куртку одевай. Вот так, забежала я в фамилию. Свою шапку я отдала Родиону. Вот забежала, взяла себе. Хотя это из ряда мужских шапок. Но мне совершенно безразлично. Мне нужна была обычная черная шапка без всяких стразиков, мазиков и всяких там блесточек. Внутри незаметно на камере, но она на флисе. Я ее примерила. Нормально хочется смотрится на мне. У меня черная куртка. Красная куртка, черная обувь, поэтому я хочу черную шапку. Так, это я не удержалась. Потом вам покажу красоту такую. Цена вообще отличная. Такая тоненькая, летняя на подкладке. И маленькую вкусняшку тоже там же взяла. Саша уже попробовал. Стоит 89 рублей с разными вкусами. Вот такие вот вкусненькие конфетки. Я так понимаю, здесь вишни, кока-кола, апельсин и прочее, прочее. Можешь побаловаться так. Так. Что ушел? Потом, выходя уже, увидела стенд с новогодними товарами. И там вот были вот такие вот перчатки. Мне понравилась цена. Цена нормальная. 199 рублей. Две варежки. Наши варежки прожглись. Из-за того, чтобы в духовку постоянно лазим. И они прорвались, прожглись. Короче говоря, вот такие вот. И уходя, еще увидела тоже. Таких варежек много не бывает. Если что, или задарим кому-нибудь. Цена тоже хорошая. Это все фамилии было куплено. А вот такие вот варежечки я взяла. Почти расходный материал. В общем, вот так пробежалась я. Вот так вот накупили. Саша мерить не хочет, выпендривается. Так, вообще-то, как вы поняли уже, я бы конфетку, которую купил пацанам, гадость. Жуть. Вообще-то, у меня в планах было сегодня сделать себе прививку в ФАПе и уехать в город искать Саши в зимней одежде. А именно комбинезон. Смотрела на Озоне, Вайлберсе, Детском мире, онлайн. Очень дорого. То, что я хочу. Вот, ну решили посмотреть. Заодно с моей прививкой. Поехали в Мэй Воронс, потому что там есть у них предвыточный пункт. Зашли мы без всяких вопросов, хотя охранник стоял, но QR-коды он не проверял. Он просто стоял. Мы прямо к нему прямым ходом подошли, сказали, где здесь прививочный? Он говорит, там, там, там. Причем сказал, с улицы зайти. Я говорю, ну здесь же можно пройти. Он, ну да. Ну, в общем, мы пошли. Как заметили, были мы и фамилии, забежали в детский мир. Но перед этим мы подошли в прививочный пункт, заняли очередь. Людей там, ну, как бы у нас 40 человек 50 стояло. Вот мы бегали по всем магазинам. Детский мир, фамилия, спортмастер. А все это время очередь моя потихонечку шла. Обежав все магазины, я подошла, и я, и как раз передо мной женщина, которая была, как раз перед ней еще один человек был. То есть, народу очень много прививается. Очень многие первые прививки у них. Теперь вот сегодня 13 ноября я уколола, теперь не 4 ноября, а вторую. Рука, кстати, болит. Так как немеет немножко. Синячок у меня на руке и корябка. Вот такой иглой кололи. Я когда зашла, она там спросила, первая, вторая прививка, туда-сюда, документы. И смотрю, она же, и такая игла толстенная такая. Говорю, а что такая игла огромная? Она говорит, обнищались совсем. Она когда мне колола, ну, конечно, не больно, ничего, но кожа аж захрустела. То ли игла плохая, то ли кожа дубовая. Так, что еще? Ну, будем смотреть, как мой организм отреагирует на данную прививку. Так, что еще хотел сказать? В магазинах никто не спрашивает QR-коды. И задумалась я сейчас об ужин они наконец-то. Там готовлю фасольный суп. Сейчас буду делать зажарочку. И хочу на сладенькое приготовить наконец-то кокосовые блинчики. Очень все нахваливают кокосовое молоко. Говорят, прям, кто любит кокосов баунти, тот заценит вот такие вот блинчики. Но буду готовить, как обычно, яйцо, сахар, соль, ванилин, разрыхлитель и вот такое вот молочко. И, конечно, растительное масло без запаха. Посмотрю, что из этого выйдет. Вообще, съедобно ли получится. Молоко это покупала еще в сентябре, но потом разболелось. И без запахов, без вкусов не хотелось готовить, потому что все равно ничего не чувствовала. А сейчас хочу все-таки заценить, что это будет. Ну что, замесюкала я тесто. Кокосовое молоко раньше никогда не пробовала, не мухала. В общем, по сути, она по сути это и есть. Водичка такая, чуть белесая. Но запах, конечно, кокосовый вкусный очень. Ванилин я не стала ложить дома, чтобы не перебивать кокосовый запах. В общем, сейчас попробую испечь, что зато будет. Ну что, напекли мы блинчиком. Уже, наверное, штук пять слопали. Но что-то как-то нам не зашло. Я, например, кокосовый вкус практически не чую. Может быть, там нужна была какая-то еще кокосовая мука или что-то в этом роде. В общем, не наше это. В общем, как вы видели по началу влога, путь мой был долг, но все-таки я это преодолела. Сделала я первый шаг к QR-коду. Повторяю же, наверное, я уже говорила где-то, что делаю я прививку исключительно ради QR-кода. Вот. В общем, съездили мы, сделали. Вещаю я уже на третий день, по-моему. Третий день уже пошел после прививки. Сделала я прививку когда? Наверное, где-то в обед три дня назад. Бегали в магазин. А все, к вечеру меня начало немножко подплющивать. Знаете, так. Я не любительница мерить температуру, но, может быть, 37 где-то было. Рука болит до сих пор, третий день. И, мне кажется, все сильнее и сильнее болит. Вот. Но у меня, кстати, синячок такой на месте укола. И немножко она у меня покорябала. Все-таки иголкой радость твоя пришла. Ай. Вот. Ой, прыгает на кровати. Персик мой. Так. В общем, короче говоря, рука до сих пор болит. Немножко синячок. Не знаю, может, видно. Вот видно, наверное, да? Немножко синячок, немножко коряпка. Надеюсь, жить-то буду. Ну, так. Народу много, как я уже говорила. Многие прививаются в первый раз. Вернусь в своем состоянии. В обед мне сделали прививку. К вечеру мне начало плющить. Наверное, температура была градусов 37 у меня. Голова жутко заболела. Ну, в общем, ощущения... Ой, Володя, тише. Ощущения были точно такие же, как когда я болела. Особенность с запахами. То я как-то, знаете, я живу как-то на полдоха. Я никогда особо запахи не воспринимаю. То есть, как бы, если прямо специально не захочу. На полдоха, это называется. Это я начала чувствовать все запахи. Буквально вот самую мелочь, что для меня не характерно, но это, наверное, просто случайность такая. На второй день меня плющило вообще не по-детски. У меня была температура... Сколько, сколько... 38,4, по-моему, она у меня поднялась. Где-то... В общем, мучилась я весь день. Под конец дня я уже не выдержала, потому что болезнь болезнью, прививки прививками, а домашние дела никто не отменял, тем более, когда маленький ребенок дома. И я выпила детский нурофен. Температура у меня явно снизилась, и я стала гораздо себя лучше чувствовать. Домашние дела начала делать. В общем, сегодня, вот, со вчерашнего дня на сегодня я уже спала ночью нормально. Температура была в норме, я так понимаю. Я даже не измеряю ее, нет. Вот, один раз только измерила, совсем высокая была. Вот, сегодня третий день идет, я даже голову помыла, я жила, начала какими-то делами своими заниматься. Ну, в общем, ядреная вакцина. Будем надеяться, что она поможет. Так, ну и все, буду завершать влог. Сдавайте вопросы, ставьте классы, подписывайтесь. В общем, пока-пока. И самое главное, не болейте. Здоровья вам. Спасибо. Спасибо.